На этом чемпионате присутствует 500 гимнасток из 35 стран Европы. Очень приятно, что наш город стал в ряд городов-организаторов чемпионата Европы, таких как Женева, Брюссель, Москва, Париж, Сарагоса, которые проводили столь значимые мероприятия. И очень признательно для нас, что генеральные репетиции проведения Олимпийских игр, а все те, которые гимнастки будут претендовать на медали на Олимпийских игр в Лондоне в августе этого года, пройдут крещение боем на нашей Нижегородской земле. И очень приятно, что самые сильнейшие гимнастки сегодня Европы присутствуют здесь. От лица всего Европейского гимнастического союза я приветствую вас на пресс-конкуренции, посвященной 28-му чемпионату Натопы по художественной гимнастике, проходящего здесь, Нижегорода. Как вице-президент Европейского гимнастического союза, я хочу пожелать вам всего самого наилучшего, от лица также исполнительного комитета, и особенно от нашего президента Жоржа Гельцека. В этом году Европейскому гимнастическому союзу исполняется 30 лет. И за последние 30 лет союз развился в очень серьезную организацию ориентированную именно на художественную гимнастику и на гимнастику в целом. Сегодня особенно представительными являются 8 дисциплин. Это мужские упражнения, женская гимнастика, художественная гимнастика, батут, спортивная аэробика, спортивная акробатика, многогоние. Возвращаясь к теме проведения чемпионата Европы по художественной гимнастике в Нижнем Новгороде, я хочу подтвердить, что очень на высоком уровне находится организация и инфраструктура. И я уверен, что в данных условиях чемпионат пройдет на самом высоком уровне. Национальные федерации пользуются данным мероприятием, спортивным мероприятием, для того, чтобы попробовать свои силы перед летними Олимпийскими играми в Лондоне в 2012 году. И художественная гимнастика также может помочь им подтвердить свой опыт. Соревнования здесь, в Нижнем Новгороде, проходят под эгидой и под контролем Технического комитета по художественной гимнастике и его президента Хайдер Бриндер, человека, который имеет огромный опыт в данной области. В заключении своей речи я хотела бы особенно поблагодарить представителей Российской Федерации, города Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также организационный комитет и всех волонтеров, которые приняли участие в организации данного спортивного мероприятия. Они все поработали с огромной самоотдачей. Художественная гимнастика является очень популярным направлением гимнастики именно в Восточной Европе, поэтому мы рады и Россию присоединить к данному направлению. Мы также осведомлены, что многие российские города уже имеют опыт проведения крупных мероприятий, в том числе спортивных мероприятий, поэтому мы всегда рады приехать сюда. Среди стран, которые также являлись членами конкурентной борьбы за проведение 28-го чемпионата Европы, были Испания, Италия и некоторые другие страны. Но, в конце концов, после дискуссии мы решили приехать с Нижнего Города в Россию. Мы старались, мы сделали все, что возможно. Может быть, что-то не доработали, может быть, лучше другие доработали, может быть, и нет. Сейчас в соревновании будут важный результат. Как сказал наш премьер-министр Дмитрий Анатольевич Медведин, важен конечный результат. Впечатление очень хорошее, очень красочное открытие со всеми присущими этому виду спорта. И клятвами, и обещаниями. И самое главное, что 34 страны, более 400 участниц. Это цвет художественной гимнастики Европы. Сейчас у нас в Нижнем Новгороде. Ждем побед. Для того, чтобы дальше уже другими видами спорта принимать такого рода присущенные соревнования, нужно подтянуть материальные базы, то, что построить, то, что автоматировать. Способны будем, я думаю, года через четыре и Олимпийские игры. Ну, знаете, любые соревнования такого уровня, я это знаю, не только по Нижнему Новгороду, а и по Москве, и по целому, в ряд других бестижных международных соревнований, они являются толчком для того, чтобы развивался этот спорт. Буквально через неделю в секции художественной гимнастики, я вас уверяю, пойдут мамочки со своими дочурками, чтобы записывать, потому что каждый хочет, чтобы у нее была вот такая. Это и в синхронном плавании тоже самое, это и в хоккее, в любом виде спорта. Поэтому мы ждем, и так у нас художественный гимнастик очень развитый, является престижным, узнаваемым видом спорта. Мы ждем наплыва в нашей секции, сейчас мы создали нормальные условия в Олимпийском центре подготовки, в наших фокках работает уже группа художественной гимнастики. Чем больше будет заниматься, тем больше будет звездочек, которые будут нас представлять на чемпионатах Европы, мира и дискотеки. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо!